Токсичный металл расползается из химического Чернобыля по Нижегородской области и за ее пределы. Химическим Чернобылем экологи называют останки Дзержинского завода «Синтез». Здесь велось производство с использованием многих ядовитых веществ, в том числе и высокотактичного тетраэтилсвинца. Завод не работает с 2002 года. Мощности не консервировали, а просто бросили. И вот начиная с 2020 года корпуса завода, где производился тетраэтилсвинец, активно разворовывают черные копатели. Крушат тяжелой техникой в поисках металла, который потом сдается как обычный безопасный лом. Буквально меньше года назад на этом месте еще стояли производственные корпуса, которые сломали без всякого проекта, без всякой экспертизы. Люди, которые фактически вообще не имели права этого делать. Бригада черных копателей орудует на территории Нижегородской области, не вывозит отхода. Сейчас идет расхищение лома черных цветных металлов. То есть это всевозможные остатки трубопроводов, то, что осталось, значит, ароматура из строительных конструкций, кабель, там, где он еще остался. И, в общем, все, что можно вырвать. Это бывший завод Синтез, бывший завод союзного подчинения. Он производил ракетное топливо, в том числе для полета Юрия Гагарина, и производил массу химических веществ, в том числе и свинец содержащие. Это было особо опасное, особо вредное производство. Отходы, которые образовывались при производстве свинцового тройного сплава, там, кстати, до сих пор, буквально за этой трубой, в 40 метрах от нас, находятся остатки графитовых электродов, которые пропитались этими отходами, они спокойно валяются. Люди совершенно неадекватные, полукриминального, как вам сказать, наружности, характера. Приезжают и режут все. Они были схвачены с поличным один раз, вызвана полиция. Они пытались вывести емкость с веществами первого класса опасности, с остатками. Приехала полиция, соответственно, всех отпустили. Я написал заявление, уголовное дело так возбуждено не было. Ни наказания, ни емкости. На предприятии работают две грузовые проходные. Соответственно, все юридические и физические лица сюда через них попадают. В том числе и черные копатели, которые сюда приезжают, выкапывают металл и, соответственно, через проходной его вывозят. Скажите, вы синтез охраняете, да? Синтез один. Рядышком происходит демонтаж бывших корпусов. Ну, это вот к начальству не ко мне. Вы-то наблюдаете то, что вывозят металл? Черт, это все к начальству не ко мне. А вы им препятствуете? Конечно, все под контролем, не просто. А выйдите, пожалуйста. Мы выйдем, а как пройти под контролем? Ничего мы не наблюдаем. Выйдьте, пожалуйста, за территорию. У вас на газелях вывозят металл. За территорию. Выйдьте, пожалуйста. Вы как этому препятствуете? Поскольку есть договоренность с руководством так называемого АО «Синтез», которое существует как владелец периметра, то это происходит путем сговора организованной группой лиц. То есть это не тайна, это явное хищение, которое происходит средь бела дня. Просто правоохранительные органы пока не могут с этим разобраться. Здесь находятся собственники на территории «Синтеза», которые занимаются на своих территориях своими задачами. Вот если вас интересует конкретное какое-то предприятие, я могу сказать, где оно располагается. Вот с ними разговаривайте. А чем они занимаются и вывозят свой металл со своих территорий, это вы с ними беседуете. И они собственники, они едут к себе на территорию таким образом. А могут они ввозить металлолом с завода, с бывшего? Если он находится у них на территории, они купили эту территорию, то естественно. Сам металлолом, который отсюда с промплощадки вывозится, он сам по себе вывозится с остатки химических веществ. С загрязненной пылью, которая потом едет на эти пункты приема лома через весь город, в Нижний или в Держинск, поэтому полный бардак. Здравствуйте, мы с телевидения сети НН. Скажите, пожалуйста, а вы принимаете металлолом с территории бывшего завода Синтез? Привозят, значит привозят. Надо спросить у начальства. Там же отходы опасных веществ имеются. Здесь очень много нюансов в принятии металлолом. Начальство едет, я не знаю, вам может и расскажут. Здесь просто видеосъемка сейчас начинана. Сечения на, я вам скажу, больше, не на десятки миллионов рублей. Порядка 8 тысяч тонн отходов свинец содержащих, которые лежали на этой свалке. Вот посчитайте, возьмите цену свинца на лондонской бирже, прибавьте процент в 20, потому что там черновой свинец цена, и получится очень большая сумма с 8 нулями. То есть, подождите, они вот этот вот зараженный свинец пускают в обычный оборот, как лом? Да, 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 о чем речь, да. Опасность черных копателей с Дзержинска не только в том, что добытый ими отравленный металл тоннами через пункты приема лома запускается свободное обращение, есть и более прямая угроза. Своими раскопками они могут вызвать техногенную катастрофу. Промзон Дзержинска вся пронизана коммуникациями, а орудуя на территории заброшенного химпредприятия, черные копатели постоянно повреждают коммуникации действующих предприятий, которые проходят под землей и над землей. Пострадали уже порядка десятка предприятий, повреждали линию подачи азота, водопроводы, водозаборы, канализационные линии. А ведь речь идет о химпредприятиях непрерывного цикла, где подобные сбои чреваты угрозой аварии. До нас дошла сегодня информация от работников районных очистных сооружений, что на территории, примыкающей к нашему предприятию, где проходят наши канализационные сети, проводились несогласованные и несанкционированные земляные работы. В результате этих работ был поврежден канализационный коллектор, на который завязаны в том числе и мы. Ситуация с таким повреждением наших сетей уже повторялась дважды за последнее время. Тогда мы не могли установить, кто, но только могли предполагать, что в результате поисков металла был поврежден наш коллектор. Загоняет экскаватор, не глядя ни в какие планы, ни в какие схемы, просто тупо копает, выворачивает из земли все, что их интересует. Представители пострадавших предприятий написали уже более десятка заявлений в полицию, но в возбуждении уголовных дел долгое время отказывали. Тогда руководители химпредприятий обратились в ФСБ, Следственный комитет и прокуратуру. Как они сообщают в своем заявлении, раскопки черные копатели ведут с размахом. У них экскаваторы, грузовые газели, газобаллонные оборудования, резаки и своя охрана с травматическим и холодным оружием. Многие из них ранее судимы. Для прикрытия ими используются фальшивые договоры, с помощью которых они вводят в заблуждение сотрудников полиции, которые прибывают по вызовам пострадавших химпредприятий. Но, как нам сообщили в полиции, в заблуждении в конце концов ввели не всех. После многочисленных отказов уголовное дело все-таки было возбуждено, а часть копателей была задержана и также часть техники изъята. Но главный вопрос, конечно же, не задержание рядовых бойцов и копателей, а поиск реальных организаторов и бенефицаров всего этого расхищения химического Чернобыля. Ведь продолжается это уже более полутора лет активная фаза и по примерным оценкам заброшенного производства за это время могло быть вывезено металлов на сумму в сотни миллионов рублей.